Приветствую вас и давайте разобьем вашу проблему на нескольких частей. Первую часть мы посвятим разочарованию, точнее, страху разочарований в мужчинах. А вторую часть мы посвятим тому, что вам сейчас комфортно, что вы, в общем-то, не хотите быть мужчинами на данный момент, что вам вполне комфортно одной и так далее. Значит, а что касается разочарований? Ну, как вы, наверное, понимаете, разочарования – это всегда определенные ожидания от мужчин. Определенные, я бы даже сказал, не столько и нисколько ожидания сами по себе, сколько именно вот желания что-то от мужчины получить такое, в чем у вас есть потребности. И, соответственно, когда мужчина вам этого не дает, а, поскольку, если говорить о том, например, что человек должен дать вам то, что вы хотите, то, если говорить об этом, то человек с равной долей вероятности может вам как дать то, в чем вы нуждаетесь, так и не дать просто потому, что у него нет для этого ресурса. И, поскольку у вас-то есть ожидания, и эти ожидания, они для вас важны, ну, могут быть проблемы. Соответственно, давайте подумаем вот над чем. В чем именно, в каких именно качествах мужчин вы испытывали разочарование? Чего именно вам не хватало, в чем именно вас обманывали мужчины, скажем так, в чем именно вы испытывали разочарование, да? И это нам нужно для чего? Нам это нужно для того, чтобы понять, как же мы можем самостоятельно обеспечить себя тем, в чем мы боимся испытывать продочарование в контексте мужчин. Если мы это сможем понять, то, знаете, не так уж и сложно будет тогда позволить себе ничего вообще от мужчин не ожидать. Что это значит? Ничего не ожидать от мужчин означает, что вы, по сути, полностью от них независимы. Вы всем необходимым для себя обеспечены и так. А мужчина нужен вам лишь для того, чтобы не быть одной и актом свободной воли делать человека счастливым просто потому, что вам так того хочется. То есть отсутствие, я надеюсь понятно, отсутствие какого-либо корыстного интереса к мужчине и даст вам возможность не разочаровываться в нем. Вот, в принципе, и все. И, соответственно, ваш страх разочарований – это ваш страх перед возможным неудовлетворением ваших же желаний, которые зависят от мужчин. А искренние отношения – это когда люди не являются сколько-нибудь зависимыми друг от друга, кроме, так сказать, добровольного партнерства, кроме добровольного свободного желания как-то друг к другу кондектировать. Я надеюсь, этот момент понятен. Следующий важный момент – это момент того, что вам все хорошо без мужчин. Вы знаете, когда я читал эту часть, мне очень сильно показалось, что вы как бы ищете у нас поддержки, вот именно, знаете, поддержки своего поведения. На самом деле, вам не нужно это, не нужна никакая поддержка, не нужно подтверждение того, что вы делаете что-то правильно или того, что вы делаете что-то неправильно. Я думаю, что если вам на данный момент комфортно, если вас на данный момент все устраивает, то важно, чтобы у вас была лишь только удовлетворенность в плане всех ваших желаний. И все. Если такая удовлетворенность есть, то вам просто нужно жить, общаться активно с людьми, без обязательной претензии на какие-то серьезные отношения. И если вдруг какого-то мужчину вы доходите, безусловно, делать счастливым, просто принимая его таким, какой он есть, то вот это и будет вашим женским счастьем. Потому что именно в случае, если вы принимаете мужчину таким, какой он есть, то и разочаровываться вам не в чем будет, потому что вы человека изначально уже приняли таким, какой он есть. А когда вот этот момент отсутствует, когда отсутствует момент принятия человека таким, как он есть, а он отсутствует тогда, когда через человека другой пытается удовлетворить свои потребности. Вот тогда и возможно как раз разочаровать. И вот я надеюсь, понятно вам здесь, что избежать этого расшифрования можно только будучи удовлетворенным, никак не зависеть от человека, да, и при этом не принимая его таким, какой он есть. И вот тогда, я думаю, у вас все будет в порядке. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода! Игорь Негода! Продолжение следует...